Всем привет! Меня зовут Синьжана. Рубричка «Книжные покупки» снова с нами. Мне просто пора разгрести ту огромную кучу, которая у меня накопилась возле стола, потому что я собрала дань после своего дня рождения. Я обычно делю как-то на группы по людям, которые мне что-то подарили, но в этот раз все будет очень хаотично, потому что оно лежит очень-очень давно. Если что, по конкретике, оно у меня все лежит на бусте, у меня вся распаковка лежит на бусте для джудов. Здесь я как-то смешала, а потом попыталась распределить, в общем, как пойдет, если что. Но здесь все. Здесь подарки «Дни рождения» от подписчиков, от Альбины, от Ксении. Вау! Там подарки были, конечно. Ого! Собственно, вы сейчас увидите эти все экземпляры. Здесь и подарки от моих друзей. Здесь то, что я, например, купила сама, естественно, давние Мэгги Штальты. Здесь даже есть вещи, которые я забрала у Даши Келлер с ее Анхола, между прочим. Поэтому, да, книжечек будет много, потому что дарили много всего. Ох, господи, я как Дадли собрала не то, что 36-37 подарков. Главный еще варнинг по поводу книжных покупок, традиционный, для всех мимо крокодилов, чтобы потом не было обид. Я снимаю книжные покупки не про аннотации. Я не рассказываю, о чем книги. Мы говорим про дизайн книг, про бумага, шрифты, обложки. Я показываю оригинальные обложки, которые насерчила. Высказываю, что мне нравится, что мне не нравится. Естественно, исключительно субъективное мнение. Почему это у меня появилось, как это у меня появилось и так далее. Если что, все аннотации, все можно прочитать. Ссылки Goodreads, LifeLip. Оно всегда внизу, как правило, у меня присутствует в описании. Ну что, поехали. Очень много всего разного. Естественно, самая сладенькая. Как вы думаете, что у меня самая сладенькая? Это, естественно, скандинавы. Скандинавов мы оставим напоследок. Там есть книга. Мне кажется, когда я ее вскрыла и увидела, я просто покинула свое тело в этот момент и ушла в астрал. Да, я оставлю ее на самый-самый последний момент. Предвкушаю. Господи, как я предвкушаю снова ее пощупать. И давайте начнем с нонфика тогда уж. У меня внезапно появился нонфик. Давненько у меня не было нонфика. Самая маленькая, пойдем, да? У меня появился Питер Акрайт и его биография Эдгара Алана По. Не так много из биографий Акрайда, которые я очень сильно хочу себе. То есть у меня есть, безусловно, Диккенс, у меня есть Шекспир, у меня есть Уилки Коллинз. Помимо этого, я очень сильно хотела По, я очень сильно хочу Чосера и очень сильно хочу Тернера. Но вот Чосера и Тернера, я так понимаю, достать еще сложнее, чем вот это. Но смогли, смогли, мне подарили среди даров. На день рождения была вот эта чудесная прелесть. Она прям совсем крохотулечка. Вот по ощущению, по дизайну, это вот прям как Ольга Морозова, которая издавала раньше Арта Пасили. Ну, естественно, только здесь все это очень красиво по дизайну, потому что на самом деле это старая Калибри. Это 2012 год издания. Внутри оно тоже все как Ольги Морозовой. Или еще это можно сравнить со старым корпусом, вот с этим квадратненьким. Тоже все очень достойно, приятно. Ну, хорошая букинистика. И она, вы знаете, так хорошо сохранилась. Это, конечно, чудо чудное, диво дивное. Даже вот какие-то уголочки, они оказались совершенно не помняты. Мне очень нравится обложка. Она в оригинале очень достойная. Там есть одна обложка, которая мне очень сильно нравится, которая напоминает мне обложки «Таймс» внезапно. Но наша тоже не хуже, совершенно не хуже. Очень прекрасная. И вот так вот выглядит задник. Очень приятная и очень-очень небольшая. Чтобы вы понимали, вот моя ладонь. Я при этом супернебольшой человек. Вот настолько маленькая книжечка. Мне кажется, среди биографий Акрейда у него не так уж и много толстых биографий, поэтому Уилки Коллинз тоже небольшой. И вот Эдгар Аллан По тоже. Господи, он меньше, чем моя голова. За что? Но я думаю, тогда это прочитается все очень быстро. Я, кстати, не знаю, как это будет написано. А, нет, все, это прям биография. Биография – это прям нонфик-нонфик. То есть я сразу узнала, как я читала у него Диккенса. Прекрасный Акрейд. Пишет очень хорошо. Ой, я прям очень рада, потому что я, конечно же, с биографией в целом знакома. Несмотря на то, что я не очень сильно люблю знакомиться с биографиями писателей и вообще с писателями, когда читаю их литературу, когда мне писатели очень нравятся. Но будет очень классно почитать у Акрейда, потому что он все это, все мои огрызки в голове сведет воедино. У меня появилась внезапная книжуля. Она у меня стоит в планах на чтение, но я думала читать ее в электронке. Она у меня вот появилась в бумаге, что тоже хорошо. Елена Мотова «Записки диетолога. Еда для радости. Нетревожный подход к питанию». Совсем жесточайшего РПП нет. У меня такое среднестатистическое недовольство своим питанием, своим телом, как у большинства женщин. Но я помню, что я очень сильно хотела прочитать эту книжку именно тогда, когда она вышла. Вышла она, по-моему, в 2021 году. Я видела ее в телеграм-канале у Екатерины Баевой. Она, по-моему, вот тут статы даже бросала. А я именно в тот момент активно худела. Я тогда очень сильно похудела с 82 килограммов до 60. И мне было прямо интересно. Вот как раз в силу того, что худела-то я прям, я сидела на очень контролируемом питании, чтобы стала моей привычкой, и все у меня получилось, все окей. Но тогда мне было очень интересно, конечно, прочитать именно про какие-то, может быть, мифы. Они тут развеются или не развеются. Я так понимаю, действительно, здесь есть такое немного. Какие-то немного правдивые вещи о питании. Ну, в общем, да, вот такая штука у меня появилась. Будет очень интересно. Слушайте. Да меня только сейчас доперло, что это софт-тач. Это так удивительно, потому что это корпус. Это корпус. Но это софт-тач. А я привыкла софт-тач щупать у Фантома. Надо же. Так круто. Так прикольно. Я добавила чуть-чуть света, и в итоге у меня пошел пересвет. Кайф. Обожаю. Ну, ладно, пофиг. В общем, да, это внезапно софт-тач. Я добавила света, и стало видно обложку. Блин. Мне, с одной стороны, очень нравится, как тонко сделаны продукты. Видите, как они тут нарисованы графикой. Очень круто, очень здорово. И там элементы химические, все классно. Ну, немного депрессивная, конечно, обложка. Она неплохая по стилю. То есть она довольно симпатичная. Наверное, мне бы хотелось чуть более жизнерадостную обложку, что касаемо нетревожного питания. Очень уж она какая-то мрачноватая. Мне кажется, тяжеловатая по атмосфере. Ну, ладно. Да, а это, это свет моих очей. Господи, боже мой, какое же оно прекрасное. Я не могу на это налюбоваться. Альпина. Ну, это альпина. Это альпина. Здесь великолепно все. Я даже не знаю... Здесь великолепны иллюстрации встроенные. То есть верстка, сама верстка. Верстка и необычная. То есть, например, вот видите, сколько пространства. Сколько красоты. Здесь есть вот такие штуки. Господи, эту книгу, несмотря на то, что она без цветных иллюстраций, но хочется рассматривать и рассматривать, потому что здесь такая хорошая графика в иллюстрациях. Она так круто пропечатана. Здесь еще все это так круто закомпоновано в плане шрифтов. Конечно, верстка от души, души, души. То есть, очень много воздуха по краям. Я такое люблю и очень плотно сверстана в середине. Но это все равно. Книга очень легко ощущается. Нет никаких проблем с этим воздухом. То, что он дает лишний объем, лишнюю тяжесть. Вот это ощущение настоящей обложки. По сути, пока только вот Альпина. Одна из многих, если не единственное. Единственное издательство, которое в мягких своих обложках приближается к тому ощущению, которое ты получаешь от зарубежных издательств. Вот. Я больше ничего особо не скажу. Вроде как это просто должна быть история речного флота. Мне, собственно, нужно это. Мне нужно посмотреть, какие бывали суда, как оно все это развивалось. Тем более здесь, судя по всему, да, есть и про команду, и про все, про все, и про спецпароходы. Короче, прямо любое. Боже, это еще и так красиво. Как видите, у меня мягкая обложка. Она существует в двух обложках. Она существует в твердом переплете и в мягком. У меня, конечно же, мягкий, потому что я фанат мягких обложек. Плюс я считаю, что Альпина настолько идеальна в мягких обложках, что нужно Альпину всегда брать в мягких обложках, если есть выбор. Тем более это полноформатное издание в мягкой обложке. То есть это не покет. И, ну, разве можно упустить возможность поделать вот так вот? Великолепное издание. Мое восхищение. Если вы думаете по поводу проклейки прошивки, то здесь у нас прошивка. Блоки прошиты и склеены вместе, как у обычной книги. Вау! Вау, как красиво! Как красиво, смотрите! Я обожаю корабли, конечно. Красиво! Очень красиво! В общем, такая моя прелесть. Прочитаю, расскажу. Вот такой прекрасный нонфик. Господи, эта обложка, она, конечно... Мне нравится минимализм второй обложки. В нем тоже что-то есть. Тоже что-то есть. Но вот эта вот акварель в сочетании с графикой... По-моему, это великолепно. Ой! Это хорошо, это хорошо. Не терпится это прочитать. Это, конечно, мне еще и для работы в первую очередь нужно. Я из-за работы, конечно же, увидела, что вот такое выходит, и оно мне надо. И вот прикоснусь к прекрасному, корабельному. И с нонфика мне подарили... Моя любовь. У меня есть ряд книг из библиотеки журнала «Теория моды», которые я очень сильно хочу. Я упорно их не убираю из своей подборки на Лайфлибе. Хочу в бумаге не скандинавы. В надежде, что я, во-первых, сама не забуду про эти книги когда-нибудь. Тоже, может быть, они мне попадутся. И, может быть, мне их подали. Это, собственно, мне подарили. Ха-ха-ха. На ней подарили Энн Холландер «Материя зримого. Костюмы и драпировки в живописи». Просто посмотрите. Все. Мне кажется, тут больше ничего не нужно. Тут просто нужно смотреть на эту прекрасную книгу. Немного убрала светочительность. Вроде как должно стать чуть менее ярко. Чуть менее засвечено. И вау. Это прекрасно. По изданию это не глянцевые страницы. Сейчас, подождите. Да, и иллюстрации, господи, невероятно качественно напечатаны. Посмотрите на качество этой печати. И это не глянец-глянец, который прям совсем адски бликует. Но это глянцевая бумага. То есть здесь видно, где вставки, а где текст. Потому что текст – это обычная бумага. Да, белая, но тоже хорошо выделенная. Она прям гладенькая. Но иллюстрации на глянце идут. И качество иллюстраций великолепное. Великолепное. Ну и вот и все. Это название, оно, мне кажется, говорит о себе саму. Костюм и драпировки в живописи. Изображение ткани в разное время на картинах. Например, даже вот до такого. Там есть еще ряд книг в этом журнале. Они обещаются быть тоже великолепными. Когда-нибудь, может быть, я даже их заполучу. Роскошь. Скажите же, роскошь. В оригинале тоже удачные обложки. Конечно же, там есть прекрасная обложка, которая мне вообще очень сильно нравится. Но, мне кажется, библиотека журнала «Теория моды» тоже выбрали не хуже. И, может быть, даже и лучшее изображение. Потому что нет ничего красивее, чем увеличивать какие-то фрагменты из картин. Особенно, когда вы делаете это качественно. А здесь очень качественно. Сделано здесь. Нет никакого пикселя адского. Прямо любовь. Идем в «Толи нонфик, то ли что». Я называю это так. У меня появилась Кио Маклир. «Птицы. Искусство. Жизнь. Год наблюдений». От Маргинем. Давненько у меня ничего не появлялось с от Маргинем. Я уже не помню, когда последний раз я покупала нонфик по искусству от Маргинем. И вот я очень хотела эту книгу, потому что она про птиц. Про наблюдения за птицами. Вау. Вау. Ну, традиционный от Маргинем. Посмотрите, как это на стиле. Это просто на стиле, дизайна. Конечно же, это очень характерно для них. Совершенно прекраснейший форзац, который сочетается с крешочком. Еще более бледный задник. Тоже очень красивый. И что у нас сзади? У нас, соответственно, идет вот такой вот нахзац. Да? Красота. И внутри все тоже дико красивое, дико стильное. Но я немножко не понимаю, что это. Это будет типа нонфикшн, да, наверное? Афтофикшн или нонфикшн прямо? Непонятно. То есть будет ли здесь какая-то рефлексия по поводу жизни героини? Или это будет просто наблюдение за жизнью птиц? Не знаю. Но, например, здесь есть вот такая вещь красивая. Очень сильно хочу почитать. В последнее время мне прямо очень нравится тема птиц. Я бы вообще с удовольствием еще что-нибудь приобрела бы, если есть что-нибудь о птицах. Может быть, есть какой-нибудь нонфик хороший, симпатичный. Какой-то такой вот прям про птиц. Я бы тоже почитала. Если знаете, то скажите мне. Ну, вот мне подарили. Она небольшая, кстати. Ну, это такой от Маргинем совсем небольшой. Очень красивое издание. Обложки другие тоже очень красивые. Мне нравится вот эта обложка с кругами, с летящей птицей. Тоже все очень это красиво. Но это стиль, это дизайнерский стиль, это от Маргинем. Кто бы сомневался? Было бы странно, если бы у них была нестильная книжка. Потом давайте американцы. Значит, американцы. Ой, у меня здесь есть такие тяжелые книги. Ими можно убить, но я очень сильно их хотела. Сначала то, что я хотела. И я смотрю на эту обложку, и она все-таки странная. Мона Афот. Все хорошо. И она у меня есть. Я так постоянно ходила вокруг нее кругами. И все никак не могла ее взять, потому что она все время есть в магазинах. И я еще когда в Екатеринбурге забирала заказы из Лабиринта. И даже помню какое-то время, довольно долго. Там у девушки за спиной лежал, видимо, кто-то заказал Монуавот. И она лежала как бы там. То ли никто не забирал, то ли что. Но я тоже на нее смотрела, думала, надо купить, надо купить. Но вот в итоге мне ее подарили. Это Инспирия, оранжевая, естественно, серия. Что-то там про Шекспира, соответственно, мне нужно прочитать Шекспира. А, все хорошо, что хорошо кончается. Надо прочитать. Команда вольно объемный. То есть он 400 страниц. Тут все как обычно. Мы все смотрели и трогали Инспирию когда-нибудь, я уверена. Но мне совершенно не нравится обложка. Она странная. Она, я понимаю, почему такая. Потому что даже в оригинале есть похожая. Но вы посмотрите на эту разницу. Насколько разные по кармазице вещи. И как круто играет в оригинальном варианте. И как ужасно играет в нашем. Ну, это что за расчлененка дурацкая. Вот эти вот ноги, простите. Это и эти ручки, которые... Ручки, которые вот здесь вот к голове идут. Ну, мать моя женщина. Это просто... Я вообще этого не понимаю. Это, конечно, какая-то упорность. Причем в оригинале прекрасные обложки. Они тоже разнообразные. По стилю, по цветам. Синяя, оранжевая и так далее. Но вот это... Что это? Мне не нравится шрифт. Мне не нравится, что там есть обводочка темно-синяя. Особенно она бросается в глаза, конечно же, на корешке. И это все смотрится так дешево, так безвкусно. Совершенно прекраснейшая моноавод и абсолютно ужасная обложка. На мой взгляд, моноавод у Lifebook обложка зайки выполнена гораздо лучше. Там зайка издана просто идеально. А это... Это что вообще за... За высер, простите. Я в шоке от этой обложки, конечно. Я, может, поэтому и все ее не покупала, потому что я не могла. У меня рука не поднималась купить эту обложку. Но я бы, конечно, все равно ее рано или поздно бы взяла. А так просто спасибо огромное, что она у меня появилась. Даже без того момента, когда я бы дождалась, когда книга исчезнет из продажи. И еще немного женской американской литературы. Элизабет Гилберт. Самая лучшая жена. Репол Классик. Симпатичное издание, кстати. Довольно симпатичное. Я в целом люблю, когда Репол Классик издает вот так свои книги. У них все тут такое похожее. То есть тоже, если один раз щупал Репол Классик... Ну, кстати, у них есть разные. У них есть кремовая бумага такая, более крафтовая, шершавая. Есть вот эта вот прям белая выделанная бумага. Но в целом шрифта их... Единственное, раньше они прям совсем вот вверх делали абсолютно одинаково. Сейчас они, видимо, как-то пытаются разнообразить. И от книги к книге у них появляются какие-то разные вещи. Это сборник рассказов. Да, это сборник рассказов о женщинах. Я готова читать у Элизабет Гилберт все. Даже телефонный справочник, кроме продолжения «Есть молиться и любить». Я знаю, что есть продолжение у «Есть молиться и любить» и вся эта история. Но я это не хочу читать. Это меня расстроит. Но вот все ее другие работы, конечно же, мне очень нравятся. И я очень рада, что у меня появился этот сборник, да еще вот в этом издании. Мне кажется, повезло тем, кто Элизабет Гилберт начинает покупать чуть позже, чем, например, я собирала ее, когда ее там первые издания были. И у меня, например, есть «Молиться и любить» в ужасной вообще версии. Настолько, по-моему, ужасной, что я даже загнала ее вниз для поддержки шкафа. А потом Гилберт начали издавать вот в таких обложечках, и они довольно симпатичные. Что-то в этом есть очень даже. И в целом я люблю, когда «Repel Classic» именно вот в таком формате издается. Это книги, которые более квадратные. То есть вот если сравнивать, например, с «Inspiria», то видно, что она более квадратная, она высокая. И мне очень нравятся такие издания в твердых переплетах. Мне очень нравятся обложки в оригинале. Они такие интересные. Окей, будем читать в этом варианте. Издание нормальное. И два гигантских «Талмуда». У меня, которая по-прежнему продолжает думать, что она хочет фэнтези. Но я на самом деле даже что-то вот начала читать из своих запасов, накопленных в декабре. И мне подарили... У меня прям был специальный заказ виш-листе. И мне подарили... Джина Вулфа. Я слышала вроде как, что перевод здесь не настолько идеален, как мог бы быть. Ну, вроде как, это и не самый плохой. Вроде как. Я помню, что мне кто-то писал. Кто мне писал? Вспоминайте. Это у нас книга «Нового солнца», потому что есть еще книга «Другого солнца», насколько я помню. Здесь «Тень палача, коготь, мир творца» и «Меч ликтор, цитадель, автарха». Значит, «Меч и цитадель» — это, получается, третий-четвертый том. И «Тень и коготь», по-моему, «Тень и коготь» — это первый-второй. «Каждый божий раз я путаюсь». Да? Да, я путаюсь. Да, «Тень палача» и «Коготь миротворца» — это первый-второй том. Есть вот еще книга «Долгого солнца» и книга «Короткого солнца», если переводить грубо с английского языка. Но, я так понимаю, они у нас даже как будто бы не переведены. Они как будто не переведены, судя по списку, который нам дает фан-зон. Короче, в чем прикол? Я увидела эти книги вообще изначально о моей любимой, прекрасной, обожаемой, самой моей любимой буктюберной английском. Это «Джесс» с канала «Санбинс Джесс». И она очень много читает крутой и классной литературы, которую читаю я. Но в том числе она читает жанровую литературу sci-fi и фэнтези. И среди ее планов на фэнтези, по-моему, среди ее покупок, я не помню, где-то она во влогах показывала, у нее появились вот эти вот книги. У нее они появились, естественно, в зарубежном здании, совершенно абсолютно прекрасном, красивом, легком, с обложками из всех зарубежных обложек, которые мне очень понравились. Я обратила внимание в первую очередь, конечно, не только на ее рассказ, но и на эти обложки. Мне очень понравилась иллюстрация, она необычная, она такая необычная. Я смотрела на эти обложки, пока Джесс их показывала, и думала о том, что это что-то, что я хочу почитать. Хотя фэнтези много, естественно. Вот я увидела у нас, меня просто привлек вот этот мужик. Ну, это моя эстетика. Прекрасный мужчина, роскошный мужчина. Вот эта обложка тоже совершенно прекрасная и роскошная. Я люблю такое. Оно, конечно, все адски тяжелое. Я не знаю, насколько эта история будет великолепна для меня, что я смирюсь с этими тяжелыми обложками, но я надеюсь, достаточно великолепно, чтобы смириться. Вот все, что я могу сказать по поводу, почему у меня появились эти книги. Я ничего о них не знаю. Я знаю, что это классика фэнтези, то есть написанная в 80-е. И как сказала моя подруга, что это все похоже на меч желаний, меч и стены. Я уже забыла, как называется эта серия, но те романы вышли в 90-х годах. Это как раз первый источник. Что это сильно похоже на что-то еще, мне сказала подруга, но те романы, по-моему, тоже более поздних годов, а это как раз раньше, 80-е. То есть это, по сути, ну, тоже такая основа основ. Ну, попробуем почитать. Я уже начинала, на самом деле. Я читала, по-моему, то ли первую главу, то ли какую. Мне зашло, я не скажу, что это прям совсем для новичков фэнтези, но я и не новичок в фэнтези, на самом деле. Я очень много фэнтези читала в юности, в детстве и в юности, поэтому мне как бы ок. Я бы очень хотела, конечно, на английском. Мне безумно нравятся обложки на английском, как раз те самые другие. Есть разные, есть странные, забавные и так далее, но те обложки покорили мое сердце, я даже видела их, и они у меня лежат в отложенном на логобуке. Но, к сожалению, такое фэнтези, мне кажется, я пока не потяну. Либо это надо просто брать и реально начитывать, и словарный запас пополнять вот этот вот фэнтезийный. Но я пока даже не знаю, надо ли оно мне, зачем, мне бы покопнул какие-то, знаете, житейские любовные романы читать вообще, как Орешки щелкать. А до этого когда-нибудь пока, ну вот такое, ну вот такое фэнтези, я еще не готова читать в оригинале, хотя очень хочется, конечно. Каждый раз, когда такое фэнтези показывает Светлана, которая редакторная жизнь, она читает все это как раз в оригинале, и я просто такая, как она это делает, восхитительная женщина. В общем, да, но буду читать в переводе. Британцы. Это были американцы. Британцы. Британцы, во-первых, а подождите, а, да, у меня появилась книжуля, это как раз из Энхола Даши, «Место, названное зимой», Патрик Гейл. В издании, у меня есть книжка в похожем издании, потому что я узнала уже и шрифт, и задничек. Это Эксмо, да, это Эксмо. О, довольно плотная версточка. О, все такое, смотрите, все такое красивое. Прямо очень красивое. Здесь что-то про Прелии, «Угроза Первой мировой войны» и следующее «По ее пятам безумие». И Даша, когда я брала у нее другую книгу, я забирала у нее изначально другую книгу, сказала, «Слушай, это что-то, что тебе понравится, что-то твое, возьми еще, как говорится». И я посмотрела и подумала, блин, это реально что-то еще. Почему я это изначально не увидела, когда я смотрела книги Даши, когда она анхолила? Да, я безумно рада, что Даша мне на нее показала и сказала, что вот, надо брать. Мне облагодетельствовали, и у меня появилась Сара Уинман, «Самый одинокий человек», моя любимая Сара Уинман. Я все страдала и страдала, страдала и страдала, что у меня нет этой книги, что я хочу покупать ее в оригинале. Мне подарили в переводе, так что можно не париться. А вот остальные романы Сары Уинман, судя по тому, что ее не торопятся переводить, ну, у нее просто вышел еще один какой-то, а еще один у меня стоит уже в оригинале, и еще один какой-то новый вышел, и, видимо, его тоже надо брать в оригинале. Обложка мне не нравится. Мне вообще не нравится, как у нас издают Сара Уинман, с какой обложкой все это, какой-то, знаете, Джо Джо Моэс на выезде. Действительно, Сара Уинман не самая тяжелая литература, не самая великая и оставляющая след в истории, но эта та самая тихая британская проза тонко подмечает что-то из будней, назовем это так. И в целом, мне кажется, у нее довольно разные должны быть истории, потому что когда Бог был кроликом, вообще одно, а вторая у нее книга, второй роман Изабелла называется, естественно, вообще другом. И там вообще магический реализм, допустим, в отличие от первого романа. И я надеюсь, что третий роман тоже будет как-то отличаться, но ей обложки, которые делает у нас, совершенно не подходят. Вообще. Для меня Сара Уинман, это, конечно, не как Кейт Аткинсон, но где-то вот в ту плоскость уходящая. Поэтому вот эти вот Джо Джо Моэсовские обложки, они вообще нет. Вы посмотрите на оригинальные обложки. И посмотрите на эту обложку. Ну, херня же полная. Плюс это еще и слим-формат. Я не очень люблю слим-формат. Вот эти вот узкие книжечки, которые можно взять одной рукой. Ну, окей. И вообще плевать. Главное, что она у меня появилась. Я очень, да, рада, что мне отдали ее в переводе. Можно хотя бы про одну книгу не париться, что мне нужно брать ее в оригинале. Вот. Потому что эту книгу в переводе уже не купить. Все, она исчезла. Ее только искать по букинистам. И я вот ее, кстати, по букинистам ни разу не видела, не натыкалась. И мне обогадительствовали еще одну книгу. Я очень рада, что у меня появилась Сьюзен Ховач в издании Азбуки. Вот в этом тяжеленном издании, в котором я каждый раз просто убить кого-нибудь насмерть. Но она, я так понимаю... Я не знаю, кстати, есть ли она в The Big Book в мягкой обложке. Но, тем не менее, мне просто отдали в твердой. Я такая, конечно, конечно. Я беру, я беру. Это Нео Викториана. Кстати, почему она у меня не в Нео Викториане, я не знаю. Потому что это Нео Викториана. Это какая-то... Вау! Посмотрите на этот лавандовый. Как бы вам так... Вот так вот. Вот, вот. Посмотрите на этот лавандовый. Мне вообще очень нравится, как вот подобные старые романы, а это классика, уже издают на Западе в оригинале. Потому что... Потому что... Да, это 1974 год. Там они, когда делают тоже какие-то пейзажи, какое-то поместье, но оно все страшно напоминает по вайбу старую экранизацию Miss Marple. Визуально. Картинку. Я поэтому каждый раз, когда смотрю на этих обложки, я думаю о том, что вау! Почему у них это так классно выглядит, так круто, а у нас это выглядит вот так. Ладно. Это Адбука от Бигбук. Гибко. Все вот так вот пафосно с вензелечками. Потому что все это еще и про Викториану. Собственно, почему мне тоже отдали эту книгу, подарили. Вау! Тут еще и карта есть! Хо-хо-хо! Тут еще есть карта! Какая роскошь! Это Нео Викториана с картой. Господи, какой прекрасный большой роман. Это надо срочно читать. Больше Нео Викторианы фанату Нео Викторианы. Вот. Ну, короче, мне не нравится. Мне не нравится обложка. Она еще и вот такая дико сиреневая. Просто сиреневый не мой цвет, поэтому я никогда не фанатею вот по таким сиреневым обложкам. Ну, хотя вот здесь, конечно, красивенько. Вполне себе в духе. Башня у моря. О чем? Не знаю. Какая-то семейная сага. Идем еще дальше в Нео Викториану. Что у меня еще появилось из Нео Викторианы? У меня появился Ричард Фленнеган и желание. Это та самая книжуля, которую я забирала у Даши. Как бы конкретно. Когда она выложила список у себя в телеге, я в первую очередь, конечно, бежала за ней. Ричард Фленнеган тот самый, который написал «Долгая дорога на Дальний Север». «Дальняя дорога на Долгий Север». Каждый раз забываю. Прекраснейший роман о Второй мировой войне. Но вот у него еще, оказывается, есть такая штука. Я просто увидела корабли, увидела, что что-то это там про 19 век, поэтому я даже особо не вчитывалась в аннотацию. И я сразу написала Даше, что я ее заберу. Каково же было мое удивление, что здесь, простите меня, главный герой, один из главных героев – это Чарлз Диккенс. Я такая, секундочку, что? Это было очень забавно. Для меня это был шок-контент. И я такая, вау, как это я удачно. У Даши умыкнула вот эту вот книжулечку. По поводу издания. Это, видимо, была какая-то целая серия, потому что вот в похожей серии есть и Маргарет Эдвуд, Эксмо, 2017 год. Серия называется «Лучше из лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий». Короче, есть Маргарет Эдвуд в этом издании, я видела. Я видела Кудзея, по-моему, вот в этом старом издании, и оно мне очень нравится. Есть в нем какой-то, вот уже ретро, наверное, шарм, но оно всегда очень приятное. Вообще букинистика в этом издании тоже безумно приятная. Внутри оно все стандартное. То есть это Эксмошное, оно сейчас все в магистрале точно так же. То есть вот эти вот все шрифты, циферки, это все стандартно. Но вот сам подход именно к обложкам в этой серии, на мой взгляд, очень удачный. Там хорошие обложки, такие иллюстрации подходящие. Вообще не кринжовые, несмотря на то, что это как бы 2017 год, и тогда много всякого было. В общем, со всех сторон замечательно. Хотя у Фленагана желание с чудесной обложкой идет. Много крутых, классных обложек в оригинале. Выбирай, какая больше нравится, а не все чудесные. Совсем небольшой, кстати, роман. Всего лишь на 200 страниц, он довольно тоненький. И прелесть прелестная. И у меня что, перегрелась камера, да? Вроде нет, еще не настолько перегрелась. И прелесть прелестная. У меня появилась Мари Отмирай, Мисс Черди. Я читала эту книгу. Я ее обожаю. Я помню, что она оставила мне невероятно приятные впечатления. Вот я наконец-то ее заполучила. Все эти годы. Я ее читала, когда она только вышла, мне кажется. Именно примерно тогда же. Вот это 2023 год, но это уже второе издание. А я читала, когда было первое издание. И я читала ее в электронке. Все это время я ходила, вздыхала о том, что мне нужна Мисс Черди, потому что я же собираю неовикторианскую полку. Я не могу просто оторваться. Она совершенно чудесная. Причем это, вот эта картинка конкретно, это оригинальная картинка, где она сидит на кушеточке. А вот эти вот все мышки, лягушки по краям. Вот эта вот вся прелесть, окантовочка, как это, паспарту, скажем так, да, иллюзия паспарту, это все уже сделано нашими дизайнерами. Это издательство «Самокат». Какое же было мое удивление, что это издательство «Самокат». Я сразу после этого, то есть когда она у меня появилась, эта книга, это тоже подарок, то есть это купленный сертификат. Каково же было мое удивление, что это «Самокат», и я сразу поняла, почему она столько стоит, и почему я все это время ее избегала из-за цены. Потому что это издательство «Самокат», которое далеко не дешевое. Но издание, мое почтение. Вот как я люблю. Боже, как я люблю. Это кремовая бумага. Вот это вот ощущение. Гибкое, но не болтающееся, как говно в проруби, как у азбуки «The Big Book». А вот хорошо, мягкое, идущее. Прямо, ах, хорошо. Каково же было мое удивление, я читала просто в электронке очень давно, я, естественно, ничего не помню, что оно все выглядит примерно как пьеса. И я такая не поняла. Прикола. Что, правда, что ли? Ну, здесь есть иллюстрации, это естественно, причем это иллюстрации оригинальные французского художника, французского иллюстратора. Но вот то, что оно идет типа как пьесой, это очень неожиданно. Для меня неожиданно, что этот роман продается в детском издательстве. Я не знаю, в детской серии или не в детской, потому что, на мой взгляд, роман не совсем детский. Его, наверное, можно прочитать в детстве, как я читала Джейн Остин, но всего ты как бы и не поймешь. Мне кажется, особая прелесть чтения «Мисс Черити» это именно когда ты взрослый, ты любишь Викториану и Нео Викториану, читаешь этот роман и понимаешь, насколько же это жемчужина буквально, потому что как сложно писать романы про сеттинг другой страны, где ты не живешь, где ты не родился, чьи традиции, культуру и вот это вот непонятное нечто неосязаемое, пронизывающее воздух, ты впитываешь с детства, как сложно написать на самом деле про чужую страну роман. А особенно про Викториану, это на самом деле, даже если ты там рос, даже если ты исконный, коренной британец, ты не всегда сможешь. А уж про то, что если ты не британец, а уж если ты француз, но у Марии от Мюрай получилась чудесная, чудесная нео Викториана, такая она прям очень британская, и вот ты это видишь и оцениваешь, когда ты действительно, ну такой взрослый читатель, скажем так. Поэтому она у меня наконец-то есть, издание невероятно приятное. Мне, кстати, не очень понравились обложки, которые у англичан, ну в смысле на английском языке, мне показалось, обложка выглядит как-то дешево, ну вот наша изящнее намного, даже с учетом добавления, как бы вот этой рамочки. И мне очень понравилась обложка, по-моему она тайская, и она такая классная, просто, ну да, восторг, роскошный иллюстративный восторг, но наша тоже очень-очень хороша, просто приятно. Я отодвигала шторку, что порвала, по-моему, крючок. Блин, весь лед растаял. Идем? А, нет, к Скандинавам еще не идем, потому что я не закончила еще, ну типа с Викторианой и Нео Викторианой, но это не совсем Викторианой и Нео Викторианой, это вообще самый, теперь один из дорогих экземпляров на моей полке, чудеснейших и дорогих моему сердцу, потому что это письма Джейн Остин. Казалось бы, такая мелочь, популярная среди любителей Джейн Остин на зарубежном буктюбе, но они у нас не приведены, и я как бы думала о том, что они мне нужны, но как бы это точно никогда не пропадет из продажи, и я когда-нибудь бы взяла. Но я как бы настолько далеко отложила это в планы, что уже и не думала о них одновременно. И тут просто мне их подарили. И это было так неожиданно, это было так приятно. И просто... В общем, да, теперь у меня есть вот в таком чудесном издании. Это серия Oxford World Classics, потому что есть пингвиновская серия, есть оксфордская. И вот оксфордская на самом деле мне даже нравится чуть больше. У них вот такая красненькая каемочка, как у нашей. Там вот Инспирия тоже взяла, да, эту моду. Так и здесь. И здесь никакая птица ко мне в окно не залетит. Письма. Здесь есть всякие заметки для писем. Есть библиография. Из чего только нет. Здесь есть даже список, собственно, писем, естественно. И можно увидеть, кому она писала. Я думаю, я возьму это как на большой свой проект на следующий год. Но для этого мне нужно будет прочитать биографию Джейн Остин. У меня стоит. Кто она? Жизнь Джейна Остин. Забыла, как называется. Отчего-то я его на полках не увижу, потому что я слепая. Ну, в общем, есть у меня ее биография. Надо будет ее перечитать, чтобы вспомнить все имена, кто кому кем приходится на всякий случай. Потому что я уже открывала здесь первое письмо, начинала читать. Оно как раз Кассандрия 1796 года. Тут сразу же Джейн начинает упоминать кучу всяких разных людей. Ты каких-то людей помнишь, каких-то нет. И дети орут вообще. Ты понимаешь, что нужно сначала перечитать снова жизнеописание Джейн Остин, чтобы всех вот этих второстепенных персонажей вспомнить. Но я не знаю, как я буду это читать. То есть, либо я это буду читать по письму в день, например, либо это как-то будет запойным чтением. Я пока не определилась, потому что нужно посмотреть, вообще в каком состоянии я буду в плане чтения на английском. И скандинавы, мои любимые скандинавы. Начнем с самого большого по объему. И я наконец-то, вот на тот сертификат, который закрыл мой гештальт по Мисс Черити, я закрыла еще один очень важный, душевный гештальт. И это, конечно же, Боже, Тува Янсен и ее сборник о Моми Троллях. Та-та-та-та! Наконец-то он у меня есть. Я перелопатила кучу всяких разных вариантов, в каких я хочу. И в итоге, я просто тоже не могу перестать любоваться, как оно чудесно выглядит. Я пришла к выводу, что я хочу именно эти издания, вот этот двухтомник. По-моему, все издания по Моми Троллям совершенно чудесно выглядят. Они все прекрасные, все чудесные, просто потому, что там иллюстрации Тува Янсен. Поэтому логично, что они все классные. Мне очень нравится это, потому что оно довольно неплохо сочетается друг с другом. То есть, как двухтомник сделано, оно прикольно. Здесь даже есть вот такая фишечка. Видите, когда по корешку здесь вот так вот. Очень симпатично, очень классно. Почему мне нравится еще этот двухтомник? Я знаю, что в больших книгах тоже выходит переиздание. Причем мне безумно нравятся обложки в больших книгах. Несмотря на то, что я терпеть не могу, большие книги. Но там очень красивые обложки. Если вы тоже думаете, что взять о Моми Троллях, какое издание, если вам прям принципиальная обложка, посмотрите, большие книги, безумная красота. Но мне еще вот это очень понравилось, потому что я, собственно, щупала это и в магазине. Это, угадайте, что правильно, большой формат. Они больше, чем какая-нибудь другая стандартная книга. Даже, например, если мы возьмем Мисс Черити, то можно увидеть, что это тот самый случай, когда твердая обложка очень большая. А все мои постоянные зрители знают, что у меня есть слабость. Порой говорю о том, что я очень люблю, когда твердая обложка, она большого формата, что это ей идет, что это вот как-то ощущение зарубежного издания. Да, они тоже, когда делают лимитки в твердых переплетах, они делают их большими, как правило. Просто мне нравится ощущение большой книги в твердом переплете. То есть не настолько большой, знаете, как Диккенс у Агрейда, но достаточно большой, чтобы было приятно держать в руках. Внутри это просто азбука. Здесь, конечно, шрифт для детей, поэтому я даже не буду особо возмущаться, просто потому что, ну, вы сами понимаете, да, детская история. Понятно, что здесь будет шрифт большой, я не могу к этому просто прикапываться. Это проблема не издательства, а проблема моя, что я читаю детские истории. Ну, детские истории, которые не совсем детские, но тем не менее. Здесь довольно неплохо сделана вот эта тоже вся графика. Совершенно чудесно. И, в общем, я просто рада, что наконец-то у меня есть Тула Янсен «Мометроль», потому что, бесспорно, я собираю ее взрослую. У меня, по-моему, нет только дочери-скульптора из всех рассказов и повестей, которые там у нее есть, таких более-менее популярных. Ну, как-нибудь я разрешу эту проблему. И у меня не было «Мометролей». И вот, наконец-то, они у меня есть. Для меня это большая гордость, большая радость, потому что, конечно же, мне их очень сильно хотелось. Вот, они у меня, наконец-то, есть. Потом, совершенно случайная покупка, которую я обнаружила опять в дедной задворках центрального рынка, назовем это так. И у меня появился корпусовское издание «Пиа Юль. Убийство Халланда». Я не знаю, что это. Это просто датчане. И это вроде как, типа, детектив. Что это не просто детектив. Я не знаю. Это было просто что-то датское, так как это издано в корпусе. То есть, возможно, что-то это будет вау. Еще и старый корпус. Это мой любимый квадратный старый корпус. Безумной красоты, конечно же. Как я его обожаю. Господи, по-моему, это было идеально. Я не понимаю. Мне жаль просто, конечно, что они от этого ушли. Я не понимаю, почему они от этого ушли. Что это было дороже или что. Но, по-моему, это просто стильный стиль. Жаль, что все в итоге обернулось тем, что мы видим, например, сейчас у Франзена или тем, что мы видели у Донны Тарт и так далее. Когда-то было вот так. Чудесно, по-моему. Но это причем мини-корпус квадратный. Потому что есть побольше. У меня вот так Райт есть. А есть совсем мини. И вот это как раз мини. Я не знаю, что это будет. Это просто какой-то детектив. История о том, как я купила книжку, а потом мне ее подарили. Но я оставила, естественно, у себя подарок. Это Ханс Улов Тюорд. Хорошие собаки до Южного полюса не добираются. Я видела разные на нее отзывы. Но мне, честно, пофиг. Потому что, во-первых, это сканинавы. Во-вторых, я уверена, что мне понравится. Потому что я в целом не против абсолютно в качестве рассказчиков получить животное. Домашнее животное или дикое животное. У меня с этим нет никаких проблем. Это Фантом Пресс. С прекрасным их шрифтом. Совершенно чудесной их версточкой. В общем, все как мы любим. В этом плане Фантом Пресс всегда Фантом Пресс. Но это уже старый роман, насколько я знаю. Да, он до 2021 года. И он, кстати, все еще попадается в магазинах. Надо же, как удивительно. И совершенно чудесно. По-моему, это замечательно. Первый кус. Я думаю, что, может быть, это будет что-то смешное. Может быть, это будет что-то ироничное. Я уверена, это будет что-то очаровательное, милое, по-скандинавски. Как они это умеют. Обложка норм. Есть обложка на английском языке вообще ужасная. Есть в целом что-то симпатичное. Жаль, что взяли именно такую собаку. Потому что есть вариант со штыкетником, с забором. Гораздо, по-моему, чуть интереснее. По-моему, чуть интереснее это сделано. Но так тоже неплохо. Это просто книга, где главный герой собака. Что еще нам нужно для счастья. У меня фильм любимый из детства. Дорога домой. Поэтому, естественно, я такие штуки люблю. Дальше. Всякое редкое. Ну, давайте вот. Я даже не знаю. Просто редкость. Редкостью погоняет. И в качестве вишенки на торте. Прямо одна из самых красивых книг вообще. Я до сих пор на нее смотрю. И начинаю дрожать ручки. Во-первых, тоже совершенно чудесный подарок. Тур Ульвин расщепления. Это прям для нас. Для продвинутых скандинавов. Издательство. Носорог. Да? Да. Дивная красота. И, наверное, вы знаете, я в последнее время поняла, что от Маргенем хоть и молодцы, у них тоже очень все это красиво, стильно и так далее, но иногда как будто бы есть перебор. Вот в птицах есть немножечко перебор. Или точнее так. В моей душе уже ближе какая-то вот такая суровая минималистичность. И вот, например, здесь тоже все стильно, модно, молодежно, но при этом минималистично. Нет вот этого всего побольше. И внутри тоже довольно скупо. Довольно скупо. Просто и скупо. И мне кажется, это самое прекрасное. Я вот в последнее время особенно люблю вот такой минимализм. То есть, с одной стороны, современные приемы верстки. Да. Да. Но без перебора. Но без перебора. А так, это, наверное, очень сильно напоминает No Kidding Press. Оно чуть более квадратное по ощущению, по формату, по соотношению ширины и длины. Это, короче, поэт норвежский. У него вот есть чуть ли не единственный роман. Вот здесь блёрп на задней стороне от Карла Увы Кнаусбора. И кажется, этого достаточно вообще, чтобы это заполучить. Но да, это такое для... Я так понимаю, все-таки для тех, кто действительно много читает скандинавов. Ну, посмотрим. Почитаю, может быть, там вообще суперлегкий, приятный текст. Я вам всем потом буду говорить, что для начинающих читайте. Надо смотреть. Кстати, по-моему, у меня это первое издание. По-моему, у меня это первое издание, потому что сейчас есть второе. Оно, по-моему, чуть... Да, 2020 год. Есть еще какая-то обложка. По-моему, она чуть-чуть по-другому выглядит. Но вот вроде даже в двух изданиях этот роман. И следующее. Так. Это надо же было откопать. Это еще и так странно ощущается. Точнее, не странно, это странно приятно ощущается в руках. Ну, еще бы. Мне, любитель мягких обложек. Но это прям совсем чудо-чудное, диво-дивное. И обложка дикая дичь. Внезапно. Это номер иностранной литературы от 2007 года, вдумайтесь только, посвященный Швеции. Здесь, значит, у нас романы. Лотты Луттас «Голоса в пространстве» и Юноса Хасана Химири. Внимание, да? На красном глазу. У меня есть третий роман Химири. Антология новеллы Сесилия Давидсон. Еще в копилочку, потому что она у меня тоже есть. Мац Кемпе, Ульф Эриксон. Стихи Фредрика Нюберга, Оса Берг и других. Статьи о современной шведской литературе. Стафана Сёдерблума и Мальте Персона. Комиксы Ингер Эдельфельд. Сборище счастья. Это очень интересно выглядит внутри. Мне, кстати, интересно, меняли ли они дизайн со временем. Потому что, я так понимаю, это 2007 год. В 2007 году верстка выглядела вот так. Примерно, да? Поменялся ли журнал изнутри? Мне очень интересно. Скажите мне, пожалуйста, как оно сейчас внутри выглядит? Можете даже в телегу где-нибудь там в комменты накидать фоточек, как выглядят именно современные журналы. То есть верстка у них поменялась внутри или нет? Это очень необычно, очень интересно. Это действительно один из самых интересных подарков, которые я получила в этом году. Просто что-то с чем-то, конечно, откопать такой номер. Это надо суметь. Это рука, знаете, которая умеет находить редкости. Я эту руку обожаю. И мне подарили Карин Альфтеген «Тень». Это из ее серии. Там есть стыд, там есть тень, там есть что-то еще и что-то еще. И я безумно хочу все. Вот, у меня есть тень. Причем мне даже досталась именно версия с закладочками. И это невероятно приятно. И я безумно обожаю такие вещи. Я обожаю смотреть букинистику или получать букинистику, где есть надписи уже, где кто-то писал свои заметки, или где вот есть стикерочки. А, естественно, мне будет очень интересно все это почитать, посмотреть, где что выделено, сравнить и так далее. Это даже я не знаю, что... А, слушайте, внезапно это издание иностранки. Перевоз шведского Гии Аронии. 2013 год. Где достать остальные? Я очень сильно хочу остальные достать. Она очень необычная. Из всех обложек, которые есть на этот роман, наша, очень необычная. Деланные все романы Альфтегина, они выполнены в таком же духе, из как бы типа серии. Я правда не знаю, это серия не серия, надо еще уточнить тоже. Но если смотреть на обложки, то это должна быть как бы серия. А может быть, это просто русское издание, которое просто штампует одинаковые обложки, хоть и для разных романов. Я рассчитываю на очередной разрыв «Селезенки», потому что по предыдущему прочтению Альфтегин, это то, что я люблю. Это когда скандинавский нуар перерабатывается и становится чуть большим, чем просто скандинавский нуар. Он становится семейной драмой, он становится очень что-то психологически тяжелым, но без вот этих вот, размотала человека в стиральной машинке. Еще редкости, вот мы подходим, конечно, к самой, к звезде, к звезде этого выпуска. Сначала, сначала... Пер Петерсон в Сибири. Я и не надеялась, что у меня появится Пер Петерсон. У меня есть его «Пора уводить коней», и это один из самых восхитительных скандинавских романов. Чудеснейших вообще для всех. Я, когда его прочитала, я у Петерсона добавила себе вообще все, что там было, что я, конечно же, хочу его всего, в бумаге обязательно, и в том числе вот там был этот роман. Я совершенно даже не предполагала, что он выглядит вот так. Он довольно, видите, как бы, ну, большой. То есть у нас есть, например, тень, и есть вот в сравнении. То есть это покет, а это прям хороший такой размер. И он тонюсенький, конечно, он просто, ну, прям зайчка-тонюсечка. Вот прям совсем тонюсечка. И в нем 179 страниц. И в нем вот все так скромненько, все такое ретро-ретро, все как мы любим. Это какое-то супер старинное издание 2001 года. Олимбас Пресс, обалдеть, офигеть. Я не знаю, про что это будет. Это просто Пиар Петерсон, еще один его роман. Он такой странный по обложке. Красивая девушка, я не спорю, но он странный. Что бы этим не хотели сказать издатели, ну, окей. Тут еще, знаете, вот, ну, все-таки красивая девушка. И, по идее, по моей логике, тогда зайник должен быть черный хотя бы или серый. Что делают эти ребята? Та-дам! И просто какая-то холщовая тряпка. Ну, типа под холщовую тряпку. Зачем? Вообще не бьется друг с другом. Ну, ладно. Есть просто хорошие обложки, которые на других языках. Они симпатичные. Наша, как бы, тоже на этом фоне симпатичная девушка-то хорошая. Только вот с задником что-то происходит не то. Но вообще-то не важно, потому что это просто еще один роман Пиара Петерсена. И вот оно, барабанная дробь. Зрители замерли в ожидании. И в свете прожекторов появляется Рой Якобсен и его стужа. В старом издании. Боже, какой же он охрененно красивый. Вы просто посмотрите на это. Это как азбука премиум, только это не азбука премиум при этом. Ожидала ли я, что когда-нибудь мне появится этот роман? Нет. Ожидала ли я, что когда-то он появится вот в таком офигенном оформлении? Нет. Я просто выпала тогда. Я до сих пор выпадаю, когда держу его в руках, потому что мне кажется, он невероятно красивый. Он очень приятно ощущается. Вот эта вот суперобложечка, она вот так вот распахивается. И там вкус, просто вкус. Посмотрите, ничего нет, ничего лишнего. А посмотрите потом вот этот вот корешочек. Боже мой. Вот этот вот минималистичный, лаконичный, идеальный корешочек. Господи, умела же когда-то иностранка. И здесь ничего. А потом вот такой вот форзац. Ну, тут все приятно, красиво. Я пытаюсь найти, где начало головы, посмотреть, как она выглядит. Алло, это мое любимое. Да. Здесь немного походит на симпозиум, я бы сказала. Я бы сказала, даже очень походит на симпозиум. Смотрите, страница содержания. Потом у нас идет вот так. Потом у нас идет вот так. Да, это очень сильно похоже на симпозиум. Может быть, кто-то укусил азбуку иностранку, и она сделала что-то похожее на симпозиум. Можно было бы подумать, что это бы издал симпозиум, но это иностранка. Вспомните обложку Ервинга с татуировкой. Или последние обложки Ервинга, новые, которые с переизданием. Отвратительно. Или Антонио Байет, этот испоганенный корешок. Отвратительно. А можно было делать вот так. Боже, это восхитительно. Это восхитительно. Это исторический роман норвежского автора. Какое-то путешествие, взросление-невзросление, становление-нестановление, какие-то воины, ярлы, кровная месть, христианство, физические верования. Все, как мы любим в исторических скандинавских романах. Я ожидаю, что это будет феерическое чтение. Я думаю, это будет офигенно отмороженное чтение. Судя по всему, что у нас и роман называется «Стужа», я думаю, я хлебну настоящего скандинавского и получу такую дозу удовольствия, что просто это будет очень хорошо. Короче, боже, это прекрасно. Я не могу перестать смотреть на эту книгу, простите. Вот мои книжные покупочки. Ну как, покупочки, подарки-покупочки. Джин Вулф, да. Меня очень интересует Джин Вулф. То есть, кто его читал, кто что о нем думает. Читали вы его в оригинале, читали вы его в переводе. В общем, да, можно поделиться со мной. Я не знаю, честно, когда до него дойду, потому что он довольно объемный. Пока я читаю Вавилон. Но вот все, что у меня появилось, можно писать в свои комментарии. Если у вас есть Тува Янсен, напишите мне, пожалуйста, какое издание все-таки выбрали вы. Что вы думаете тоже по этому поводу. И все, все. На этом я заканчиваю. Спасибо за просмотр. Пишите ваши прекрасные комментарии. И увидимся в следующем выпуске. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!